История поразительная девочке, которой 13 лет. И я поначалу, получив ее обращение, не поверила, что это возможно. Что такое возможно такие действия со стороны отца. И созвонившись с ней, вот сегодня пришла мама. И я, конечно, в таком недоумении, и как женщина, и как депутат, я просто не понимаю, как можно довести состояние уже после развода, вот такие отношения создать, чтобы и не только жена пребывала в состоянии вообще непонятном, да, психологическом, но и дети. Ничто так не трогает Оксану Пушкину, как вопрос женской солидарности. Это человеческое качество вызвало в ней массу непротиворечивых чувств. На прием приходят отчаявшиеся женщины, которые после развода с мужьями страдают от их действий. Депутат, не выдержав накала страстей, лично обратилась к одному из таких горе-отцов. Один из пап, я просто хочу назвать его и обратиться прямо к нему. Это Маклецов Юрий Иванович. Юрий Иванович, если вы сейчас слышите меня или кто-то из ваших друзей, наведите порядок в своей жизни, то, что вы делаете сегодня со своим ребенком. Это преступление. Как отмечает Оксана Пушкина, темы семейных раздоров в Одинцовском районе звучат довольно часто. Истории громкие и каждая вызывает у депутата беспокойство. Отцы не платят алименты, претендуют на жилплощадь, не дают спокойно жить. На приеме был поднят вопрос незаконных построек, когда бизнесмены получают разрешение на строительство у людей под окнами. Проблема серьезная, с которой жители борются уже далеко не первый год. К Оксане Пушкина обратилась женщина, которая совсем недавно зарегистрировала в Одинцовском районе благотворительный фонд «Не бойся, мы с тобой». Она просит помощи в сборе денег для ребенка больного онкологии. Среди вопросов, которые затрагивались на личном приеме, определение границ дачных участков, предоставление земельного участка инвалиду второй группы. С довольно актуальной проблемой к депутату обратилась и эта женщина. Она не согласна с ответом пенсионного фонда о сокращении пенсии. Когда я ушла на пенсию, у меня 130 рублей было. И мне должна была индексация идти на эти 130 рублей. Но мне в индексации шла на 89 рублей. С копейки там. Но я не могла, у меня в состоянии здоровья обращаться. Прием, по мнению депутата, оказался тяжелым и грустным. Для положительного решения каждого вопроса требуется дальнейшая координация. Ну а работа Оксаны Пушкиной не прекращается ни на минуту. В ближайших планах депутата поездка в РУЗу по нашумевшему вопросу свалок.